Национальный певец 2019, восьмое гала-шоу, разбираем выступления участников, погнали! Ребятушки, привет! Безумно рад вас видеть на своем канале. Конечно же, по сложившейся армянской традиции, с вами Беспало Мьюзик, канал, на котором мы говорим 24 на 7 о музыке. Поэтому обязательно подпишись, стань частью моей интернет-семьи, будем вместе покорять музыкальное пространство Ютуба. Сегодня говорим очень объективно, профессионально, потому что на прошлой неделе я отдался эмоциям и очень эмоционально высказывался об участниках, особенно об Арутюне. Сегодня у нас Холодный Разум, будем сурово принимать вердикты, кто же был лучшим на восьмом гала-шоу. Я напоминаю, что в этот раз участники пели по две композиции, поэтому сразу будем оценивать две песни и в общем говорить, насколько был хорош или плох тот или иной участник. Национальный привет 2019 это прям как хороший домашний семейный сериал, где все собираются, смотрят, обсуждают главных героев. Здесь примерно та же история, но это вокальное шоу. Тут очень важен и вокал, и постановка, и свет, и аранжировка, да, абсолютно все. Поэтому очень внимательно присматриваемся и оцениваем. Начнем мы, как вы думаете, с кого сегодняшний выпуск будет об Ане Аганян. Не имею малейшего понятия, как выступила Аня, потому что я предварительно ничего не гуглю, не смотрю, не слушаю, для того, чтобы моя реакция, что, была максимально честной и искренней. Кстати, небольшая заметка, прежде чем мы начнем смотреть выступление Ани, я думаю, что телеканал Шант возьмет ее в какой-то проект, и она обязательно будет лицом канала, либо же из нее сделают настоящую суперзвезду в Армении, потому что у девчонки есть все шансы быть любимицей публики. Да зачем быть? Она уже есть любимицей. Давайте посмотрим и оценим, топ это или флоп. Стилисты не прогадали. Хороший лук, хорошее платье. По вступлению я вижу здесь уже привычную всем зрителям Ане. Угу, все-таки танцевальная композиция. Это хорошо. Вот, кстати, это первый номер, где Ани. Ани действительно хорошо работает актерским. Она передает эмоции не только благодаря своему голосу, да, а телодвижение, элементарную мимику она тоже отныне использует как инструмент. Это неплохо. Видно, что она выросла на этом шоу, даже если вспомнить ее самое первое выступление, и сейчас колоссальная разница между тем, что мы видим. Ну вот снова мне чего-то не хватает. Я не знаю, чего именно, но мне реально не хватает какой-то такой изюминки, что ли, дабы как-то разнообразить этот номер. Я сейчас не говорю о декорациях, не говорю о постановке, хореографии, да, на бэкграунде. Хотя особо, в принципе, в национальном певце нету как таковых локаций. Просто у нас есть виджейнг сзади, и сам артист все время поет. Ну вот, что-то, что-то вот... Какое же это слово подобрать? Потому что я не знаю, как это описать. Я не знаю, чего не хватает. Ну вот где-то, знаете, есть такая доля недосказанности. Ну давайте досмотрим. Может, я заберу свои слова обратно. Не знаю. При том, что песня ритмичная, все равно атмосфера очень спокойна в этом выступлении. Но у меня складывается ощущение, что Анни балдеет от того, что делает на сцене в данный момент. Это хорошо. К большому сожалению, это выступление у меня не вызвало каких-то особых эмоций. То есть, ровненько, спокойно, привычно. В классическом понимании это слово Аня Аханян, да, на конкурсе National Singer. Абсолютно конкурсная композиция, конкурсное выступление. Может, как разогрев, песня неплохая. Но в целом стабильно хорошо, и это уж никак не красит конкурсанта уже в финале. Потому что тут надо с таким напором заходить, чтобы победить конкурентов. Как-то прям вообще не то, но, может быть, вторая композиция зажжет у нас тот самый огонь, и она сейчас по-настоящему удивит. Предлагаю посмотреть и потом вместе обсудить. Потому что сейчас я в неком замешательстве. Не очень понимаю, чем же нас удивила Аня в этот раз. Драматическая песня. О, это уже более интересно, я вам скажу. Наконец-то... Наконец-то я вижу что-то позади Ани. Неужели это постановка? Ну, вот этот номер мне намного больше нравится, нежели танцевальная композиция. Очень серьезная песня. К сожалению, не понимаю, о чем исполняют... Что-что-что сзади? А-а-а! Ветки. Ветки, которые движутся... Точнее, не ветки, это имитация дерева, я понял. Это красиво. К сожалению, не знаю, о чем говорится в этой песне, но... Трогает за душу. Правда. Вау! Неожиданное развитие пошло. Даже хореография, постановка. Молодцы. Достаточно темная, холодная композиция. И это нам позволяет увидеть Ани с другой стороны. Очень контрастное выступление между первой композицией и второй. Просто небо и земля, потому что в первой, ну уж извините, вообще не вызвало никаких эмоций. А здесь такая холодная чуть-чуть... Не то, чтобы брутальная, а... Я подобрал сравнение. Пиковая дама. Вот в этом номере Ани Агонян у нас пиковая дама. Поистине. Мне кажется, что тембр голоса Ани капельку не подходит этой композиции. А здесь другой должен быть голос. Ну что же, ребятушки мои, мы теперь можем подвести итоги и провести какую-то дискуссию по этому поводу. За первую композицию из 10 балла поставлю 5. Извини, Ани, но не твоё. Что-то пошло не так, и это было стабильно просто хорошо. Вторая композиция мне понравилась уже своей подачей. Была энергетика, были эти деревья, да, которые манили нас. Песня очень серьёзная, а не в каком-то новом амплуа образе. Но вот по голосу тоже было просто стабильно хорошо. Ничем не удивило в этот раз, но окей. За вторую композицию я поставлю 8 из 10. В целом неплохо, но не выступление победителя. Поэтому отправляю, конечно, свой респект Ане Агонян. То ли не позволили ей, то ли она была в каком-то другом настроении. Но вот что-то где-то как-то... Слишком ровненько было. Поставьте, пожалуйста, свою оценку Ане Агонян от 1 до 10. Обязательно напишите, как вы думаете, кто же победит. Потому что на следующей неделе будет финальное гала-шоу. Последнее выступление конкурсантов. И мы точно узнаем победителя. Хотя я вангую, включая себе вангу, я думаю, что победит Арутюн. Ну, who knows? Мы не знаем наверняка. Спасибо, моя интернет-семья, что вы со мной, что подписаны, смотрите. Обязательно добавляйтесь, будем расширяться. Мы вместе будем покорять музыкальное пространство Ютьюба. С вами был Богдан. И мой канал Беспала Мьюзик. Не прощаюсь. До скорых встреч на моём канале.